Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Mobile Gameplay и с вами Mobile Gameplay. Сегодня мы будем смотреть на Черного Адама. Первый взгляд у нас состоится на этого персонажа. Вот вчера, буквально в пятницу, закончился у нас сезон арены и вот теперь мы можем на него посмотреть. Четыре звезды у меня, как всегда, получилось собрать до пятого уровня снаряжения. Я ему прокачал таланты, которые выпадали, такие выпадали, ничего не реролил, ничего не менял. И вот получается со старта он у меня 40961000. Единственное, что еще спецприемы прокачал до пятого левела. Вот тут, кстати, как-то упустил. Вот еще один пятый левел, 41000 опасности. Ну и давайте же изучать, что умеет этот персонаж. А умеет он на самом деле очень-очень и очень много. Пассивная способность называется Сила Аттона. Иммунитет к повышению расхода силы на способности. То есть, такой персонаж, как Черная Молния для Черного Адама, Черный, Черный, да, абсолютно не страшен. Мы можем против команды из мультивселенной, в которой стоит Черная Молния, использовать спецприемы и не бояться, что стоимость наших спецприемов увеличится. Шанс оглушить при входе в бой 55%. То есть, когда мы выводим Черного Адама на поле боя, есть шанс, что он оглушит противника, который в данный момент находится на поле боя. К слову говоря, работает. Я вчера уже успел немножко поиграть. Реально, эта фишка работает. Усиление спецприема 1 за каждое использование на 5% суммируется до 4 раз. Ну тут все понятно, без объяснений можно сказать. И спецприем 3 может украсть 5 делений шкалы силы. Понятно, опять же, да, что он делает. Спецприемы у Черного Адама могут манипулировать силой. Крутяк. Замечательно. Но опять, столько всего многое, столько одновременно нужно всего держать в голове. Вот этим мне и не очень нравятся все эти новые персонажи. Потому что они, ну, настолько крутые, да, в плане дополнительных эффектов там и так далее. И тебе всегда приходится столько всего в голове держать. Иногда все не упомнишь. Первый спецприем «Электрическая клетка» работает абсолютно на любой дистанции. Это его однозначный жирный плюс. И дополнительный эффект, два их. Шанс снизить расход силы команды противника. И выработка силы на 15 секунд на 25% у нас сила будет вырабатываться быстрее. Работает все как часики. Второй спецприем «Грозовое облако», который дает нам возможность на 3 деления шкалы силы в течение 25 секунд снизить, увеличить, извините, увеличить у противников расход энергии, что торможу сегодня с утра. С утра в субботу записываю. Еще не проснулся, наверное. И вторая штука «Снижение урона от базовых и сильных атак» на 42%. То есть обычные комбо-атаки будут наносить по нам меньше урона. И третий спецприем «Электрический заряд», так же как первый и второй, работает абсолютно на любой дистанции. И есть возможность украсть деление шкалы силы. Работает замечательно. Ну и супер мув, супер мув. В общем, все три спецприема, мало того, что они имеют дополнительные эффекты, очень крутые, на мой взгляд, они еще и работают на абсолютно любой дистанции. Назовите мне еще одного какого-нибудь персонажа, у которого все три спецприема будут работать абсолютно на любой дистанции. Если мне не изменяет память, это первый такой персонаж, у которого все три спецприема, которыми, точнее, спецприемами, мы можем добраться до противника, в какой бы точке арены он не находился. Ладно, сильно много болтал. Думал, сокращу видео благодаря тому, что не буду показывать, как я его открываю, прокачиваю и так далее. Ну, заболтался немножко. Давайте вот что-то сразу найдем посильнее. И в команду я к нему поставил Бейна, исключительно просто по пассивке, которая нам добавляет критов. Я команду еще не продумывал, и будет дополнительное видео, в котором я покажу, соберу какую-нибудь команду. Я еще в раздумьях, кого же к нему поставить. Можно, конечно, сделать как видео разработчиков, поставить к нему Фейта и Рейдена, но мне кажется, что этому персонажу Фейт вообще не нужен. Вот черт, у меня же был бонус дня, а я забыл абсолютно об этом. Дальнюю атаку с вами посмотрели. В боевке этот персонаж, ну, очень приятный. Действительно, вот как-то, не знаю, первый раз, по-моему, такой персонаж, которым очень-очень-очень приятно играть. Первый спецприем. Снижение расхода силы, прибавка силы. Все дополнительные эффекты сработали, несмотря на то, что там вероятностью. Вот, как вы видите, теперь первый, второй спец по одному делению энергии. Второй спецприем, третий спецприем, всего два деления энергии. Зачем этому персонажу Фейт? Скажите мне, пожалуйста. Мне кажется, Фейт в этой команде, в команде с черным Адомом, это бессмысленная трата просто персонажа, в данном случае, имею в виду Фейта. Если он у вас присутствовал в каких-то других командах, так, вынесли нас, но все-таки, наверное, сильную команду мы взяли. Если у вас Фейт находился в какой-то другой команде, Супермен, давай выноси нас, а проще всего мы сделаем вот так. Пусть Фейт и остается в той команде, в которой он был, не стоит разъединять его и ставить в команду к Адому, потому что Адам прекрасно себя чувствует и без Фейта на самом-то деле. Ну что, давайте вот такую команду еще попробуем. Первый спец, в принципе, посмотрели, действия от него посмотрели. И, опять же, показывать, насколько крут-не крут буду в следующем видео, там, где я подберу команду. Здесь у нас первый взгляд исключительно посмотреть на боевочку, на спецприемчики и так далее. Очень атмосферный персонаж и, ну, правда, вот какое-то удовольствие доставляет им играть. Еще раз дальняя атака, верхняя атака и я не помню, нижнюю мы смотрели или нет. Нижняя обычная, ну, какая-то, знаете, стандартная, что ли, если можно так сказать. Второй спецприем. Уменьшенный урон пошел от ручных атак у нашего противника. Как вы видите, да, практически вообще урона никакого не наносится. Плюс ко всему, дополнительные эффекты от спецприемов, они довольно-таки продолжительные. Это очень круто на самом деле. Единственное, что непонятно пока, буду ли я его прокачивать, не буду, потому что столько, блин, персонажей в последнее время крутых реально добавляют. Прям не знаешь даже, кого качать. Дамажный довольно-таки, видите, спецприем. А здесь до сих пор работает дополнительный эффект на минуточку. То есть, сколько времени прошло, он до сих пор работает. По-моему, однозначно круто. Когда я играл против Черного Адама в режиме истории, да, когда он только появился, я, если честно, так прохладно к этому персонажу отнесся, потому что там была какая-то очень невразумительная пассивка, спецприемы другие были, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, один из спецприемов точно другой был. Сто процентов. Вот. И когда добавили вот его сейчас, после того, как переделали пассивку, после того, как на каждый спецприем повесили дополнительные эффекты, этот персонаж просто заиграл абсолютно другими красками. Этот персонаж действительно сейчас крут. Но так как я, наверное, уже до конца определился, что я хочу начинать качать команду из Бэтмен-Ниндзя, то, наверное, Черный Адам у меня какое-то время полежит в моей коллекции просто. А потом я однозначно к нему вернусь, потому что персонаж, персонаж очень-очень-очень-очень-очень достойный. Третий спецприем сейчас у нас задача, посмотрите. И я предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю сейчас воспользоваться первым спецприемом, который даст нам вероятность уменьшения затраты силы на спецприемы, и тогда бью за нем уже третий. Попробуем его, в всяком случае. Вот так, есть, вообще чудно. Но тихо, не выноси нас, тварь болотная. Че ты привязался к нам? В первом бою нас именно тварь болотная вынесла. Тут именно... А, слушайте, пассивку же надо посмотреть. Давайте попробуем оглушить Харли Квин. Не получилось. Забыл про пассивку. Ну ничего, у нас еще один бой есть, следующий. В котором мы будем Супер Мув смотреть. Там еще попробуем посмотреть на вероятность оглушения вот этого. А ну-ка, вот оно, собственно. Вот и посмотрели. Вот и посмотрели. Ну и третий спец еще раз. Значит, смотрите, то, что я сейчас показываю спецприемы на ближней дистанции, да, понятное дело, они все работают. И забываю я просто отходить, показать их на дальней дистанции. Можете, ну не знаю, поверить мне на слово. Я вчера тестил, и действительно, куда бы ты ни отошел черным Адамом, абсолютно все три спецприема долетают до противника. У меня лично так получалось. Так, Супер Мэн. Ну давайте, в принципе, у нас же будет Супер Мув, поэтому почему бы и не взять в противника в себе Супер Мэна, по которому не проходит обычный ручной урон. Иногда, очень часто. А сейчас будем стоять, копиться, ждать. Хотя, конечно, можно попробовать опять заюзать первый спецприем. Но, с другой стороны, зачем? Мы же никуда не спешим. На самом-то деле. А давайте будем делать тег-ин, и так быстрее сила накопится. На самом-то деле. Угу. Еще разочек, пожалуйста. И сейчас, в последний раз, поменяемся, и Супер Мув будет обеспечен. Супер Мув. Замечательный Супер Мув. Замечательно его перенесли из консольной версии. Единственное, что непонятно, какое-то очень-очень долгое начало у Супер Мува-то. Непонятно, почему так происходит. Первый спецприем. Ага. Хорошо. Прибавка силы. Действительно, как бы заметно, что полосочка вот эта, да, где энергия копится, она гораздо быстрее накапливается. Не знаю, персонаж, по-моему, мега зачетный. Спецприемы... Ну, вот кто-то говорит, да, что они там не особо эффектные. В принципе, я соглашусь, что спецприемы, они, ну, прям не фонтан, да, не блещут там какой-то красотой и интересностью. Но они интересны своими дополнительными эффектами. И тут нельзя отрицать того, что дополнительные эффекты у спецприемов реально шикарные. Во-первых, они долго действуют, да, действие долгое у них. Во-вторых, дополнительные эффекты реально полезны. В общем, персонаж более чем достойный. Если у вас аккаунты новичков и у вас нет еще персонажей, с которыми вы определились, которых вы хотите качать, то вот Черный Адам это тот персонаж, которого нужно качать. Если бы я не начал качать Бэтмен-Ниндзя персонажей, я бы обязательно начал качать Черного Адама. Хотя, возможно, я и передумаю, начну его качать. Потому что персонаж, ну, мне зашел однозначно. В нем хорошо все. Боевка шикарная, спецы шикарные, пассивка шикарная. Все с ним замечательно. Поэтому однозначный вердикт годен к прокачке. Знаете, как годен на службу? Годен к прокачке, скажем так. В общем, Черный Адам сегодня посетил канал Mobile Gameplay. Надеюсь, вам понравился этот первый взгляд. Подчеркиваю ваше внимание, что это первый взгляд. Это не тактический какой-то взгляд, где я рассказываю, как надо играть этим персонажем. Первый взгляд на канале Mobile Gameplay состоялся. Так или иначе, если он вам понравился, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и нажимайте на звоночек, чтобы быть всегда в курсе, когда на моем канале выйдет очередной новый видеоролик. Ну, буду с вами прощаться. Ах да, забыл совсем попросить вас написать в комментариях ваше естественное мнение по поводу Черного Адама. И получилось ли вообще в принципе достать у вас этого персонажа и добавить его в свои ростеры. Все, теперь точно все сказал. Теперь точно с вами прощаюсь. Пока-пока, друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok